Всем большой привет! Канал Багруссо для наших. Ну что, я как обычно все делаю с колена, без подготовки, без записей, всяких ручек и блокнотиков. Что нам предстоит сегодня? Мы попытаемся, вернее я попытаюсь вам показать и рассказать, что можно набрать 1000 солдат для боевого подразделения и охранного подразделения с разных профилей, с разных платформ и с разных палуб. Вот в чем состоит эта загвоздка. Спасибо Яму Аликсу. Ну, может я его неправильно назвал, но, сэр, ваша жена бляд, но ваша тоже, но все-таки. Ну что, погнали, не будем затягивать. Все, вперед. Первым делом, что я делаю? Я поменяю своего бойца. Вот, зачем я побычно нажал? Задание. Как оно вообще правильно назвать? Задание ПБ. Я играю с нейком. Проходите сейчас здесь, не обязательно, я просто поменяю персонал. Нет, не докапывайтесь до меня, что я мог это сделать по-другому. Ну, как получится, так получится. Вот мне так нравится, если я просто выбор персонажа делаю, я люблю с нейком. Кому удобнее другим, ради бога. Тут выбор оружия не зависит. Главное только, я говорю, не убивайте никого, не воруйте ничего и не спотыкайтесь, чтобы вас не подорвало ничего. Все, я с нейка выбрал, погнали. Как это все предстоит? То есть, обычно на платформу заходили 8 солдат. Как говорится, подписчики жалуются, 8 солдат и все. Но с одной платформы можно воровать с одного захода, но грубо говоря, не с одного захода, а меняя. Палубы, платформы, 35-36 солдат. А, ну да, что я еще не показал? Управление персоналом. У меня, в принципе, все прокачано. У меня там осталось немного, я там поудалял двоечных работников, которые у меня не троечные. Вот смотрите, сейчас у меня 500 из 500, да, солдат? Я просто удалю 40 солдат, чтобы видно было, кто ко мне придет. Я не буду делать по 8 солдат, я сделаю по 5. Ну, чтобы не заморачиваться, мне это не надо. Если у вас есть место, вот видите, как у меня, вот 81, то есть я могу 19 солдат сюда, мог это скинуть, мог не удалять. Можете перекидывать. Я просто удалил вот отсюда, с боевого подразделения. Защита подразделения у меня полная. Вот это все, эти тысячи солдат, вы можете с разным профилем, они все сюда придут. В течение двух часов. Там я первый видос скидывал, там сказал, до пяти. И, нет, два часа, все, поиграйте. Можете оставить, но желательно, чтобы приставка была включена. И все, через два часа они к вам выйдут. За это время можете пофармить там, или еще что-то побегать. Ну, желательно, уберите сеть там, как-то вот так. Можете в сети побегать, там позаниматься своими делами. Все, поехали. Я стараюсь быстро не говорить, но все равно бывает, перехожу на быстрое-быстрое движение. Вот. Все, поехали. Все вроде здесь сначала объяснил. Погнали. Тут суть в чем зависит. Сами, друзей, выбирайте. Какие вам нужны, смотрите. Давайте тогда вот начну. Вот, допустим, отношения, да? Вы в отношениях заходите. Есть у вас друзья, которые с солдатами или еще что-то там с нормальными. Вот, допустим, здесь я вижу 3, 476 с двумя плюсами. Все. Сможете спокойно к нему заходить. Он на вас не нападет. Ничего он не сделает. Косяк только может быть в том, что, допустим, когда я если играю в игре, нахожусь, я вижу, что меня посещает какой-то боец, там, профиль какой-то зашел ко мне. И я могу зайти и посмотреть, но я ему ничего не сделал. А есть такие, которые могут что-то сделать. Но он после этого на вас не нападет. Он вам ничего не сделает. Если вы ничего не украли, ничего ему плохого не сделали. Подождите, пока он не будет в игре. И все нормально, нафармите себе. Ну, вот давайте, допустим, я вот просто наобум беру. Квайвер, кливер. Все. Ой. Это же мне надо зайти. В задании это я был в отношениях. Вам приблизительно показал. Да, кстати, про отношения еще не дорассказал. Здесь вы можете просто смотреть. Если у вас друзей не есть. Если кидайте там ссылочку на подписку, друзья, чтобы вас приняли. Если вы нашли какого-то хорошего, хороший профиль, у которого нормально прокачано. Независимо, вы можете и а с двумя плюсами. А ты, сука, ты что так долго грузишься? Вот это вот ненавижу. Опять какой-то косяк или сбой. Вот. То есть, независимо от того, что у него есть, нету. Угу. Начинается сказка. Вы сами это можете выбрать. Вы можете даже не спрашивать. У меня уже человек, до десяти человек спрашивают разрешение. А можно я там у тебя... Да нет, не надо спрашивать. В основном спрашивают англоязычные там или еще что-то. Заходите. Там не обязательно вот что у него. Три, вот, 78. Да, у него есть двумя ундерталкеры. Вот он у меня сзади меня в мировом рейтинге идет. Он сейчас то ли заблокировал, то ли защиту поставил. Вот, 78 там. Тут 818, да. Не важно. Вы к любому можете. Особенно для новичков. Вам по барабану. Хоть S+. С S+, с S2+. Если вам надо повысить уровень бас, т.д. и т.п. Которые начинаются там. Я так не помню. Честно говоря, не буду врать. Забыл. То ли с 22 уровня вся эта херь. То ли раньше. Не важно. Я сейчас на своем втором канале начал полное прохождение. Чтобы это все вспомнить. И новые гайды по этому виду. Так что, если что там, заходите, смотрите. Я все начал с самого начала. И не спеша. И прохожу все на S. Ранг. Все делают цели заданий. Это у меня, как бы, второе побочное развлечение. Не влияющее на мой основной канал. Кому надо, смотрите. Заходите. Где ошибся. Где что. Подсказываете. Я всегда только за. Все. Так что, заходите к любому. Ну, давайте. Все. Я сейчас Квайвилер, Квайвилера выберу. И погнали. Задание ПБ. Пронесновение на ПБ противника. Начинается здесь все с понижающей. Я еще раз говорил спасибо. Одному человечку, моему подписчику, который мне подсказал, что я спросил как-то так. Я неполную развертку сделал. Сейчас вот попытаюсь. Получится, не получится, не знаю. Если честно, это я уже второй раз в видео записываю. Потому что я в первом сам аж запутался. Вот, допустим, берем Квайвилер. Квайвилер. Квайвилер, бля. Квайвилер. Вот эти первые две, раз, два, не считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, грубо говоря. Начинаем с самой нижней. Ну, я так. Моя подсказка и моего подписчика подсказка вот так делают. Все. Платформа АПБ. Четыре медиков. И четвертая палуба. Четвертая палуба. Вот она начинается. Все, погнали. Забираем сейчас здесь пять человечков. Я возьму пять. Вы можете все собирать. Как вам удобно. Что это уже на ваше усмотрение. Я погнал вот. Вот только в этом не запутаться. И потом идите на повышение. Пошла уже разведка. Там что там. Как уже сейчас. Там разведка идет. Потом что там на развитие базы. Там вот такие вся вот шляпа. НИИ там подразделения. Ну, не знаю там кому, как. Самый косяк вот это не думаю. Четыре, четыре. Три, три. Запомните и все. И погнали. Все, полетели. Где тут кто первый? Так, ночника здесь нет у меня. Увидели. Я сразу хапаю. По своему методу. Я душу, потому что это девять минут. Видео есть. Кто как хочет, так и делает. Хотите, бейте. Хотите, не бейте. А то там мне один задавал вопрос. А чё у тебя там, то чё, их ударить не мог. Так я ж для этого видео и снял. Проверил все, когда ты в них стреляешь, когда что. Блядь, опять не перезарядил пистолет. Мне понравилось, что здесь я проверил, уже, как говорится, секундомер поставил. Девять минут они валяться будут. То есть у вас база восемь минут. И вот эта беготня, вот эта вот сейчас оттуда снимай, не снимай. Запомнили, да? Сейчас у нас четвертая палуба. Да, да, я знаю. Пока я босс. Багрос, всё для наших. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся, комментируем, подсказываем. Мне, кстати, ваши очень комменты помогают, потому что ребята подсказывают какие-то видео снять, а вы всё молчите. У меня там им подымовые гранаты, я ещё потом представлю парнишку моего подписчика, который мне подсказал про дымовые гранаты, там я как-то проходил. Всё, я также учусь на ошибках. Я до сих пор играю в эту игру и учусь на своих же ошибках. Ну и на хороших прохождениях, поэтому я опять заново на... Вот у нас вот три лежит, да? И сейчас ещё одного, и всё, и мы увидим, как они прилетели к нам. Да вот, ненавижу это, по верхам лазить. О, ну молодец, ты сам знал, да, что я попросил? Ё-моё, я опять ускоряюсь, я забываю, что надо говорить помедленней. Но это помедленнее я к чему говорил, чтобы субтитры прорисовывались. Чтоб люди успевали почитать там или ещё что-то. Вот теперь я спокойно могу посмотреть, да? Кто ко мне прилетит. Защитник один. Часовой. Вам это не обязательно делать, это я делаю для видео. Ну короче, походу все часовые. Ни фига. Всё, я их просто всех обозначил. Просто прошлись, ничего нажимать не надо. Но это я повторяю, я сказал, старое новое видео, новое старое видео. Всё, сейчас должны ко мне прилететь пять человек. А так здесь там сколько, восемь или сколько? В общем, неважно, вы уже сами считаете. Всё, делаем отмену задания. Ой. Быстро опять сделал. Надо было помедленнее, чтобы все поняли, поняли. Всё, сейчас смотрим, прилетели они ко мне или нет. Потому что я перед этим видео снимал, и у меня двести солдат пришло. И блин, я не смог отметить, как они, что, какие. Вот такая охрана произошла. Вот это ещё пришлось ещё из-за этого перезаписывать. Вы это имеете в виду. Ничего страшного. Можете опять же, первый видос, посмотрел, он 10 месяцев назад скинутый. А проблем какая-то вот такая, непонимание осталось. Так что здесь ничего сложного. Но сколько игроков на каждую платформу, базу, заходите, просто тырьте и всё, солдат. Меняйте, выбирайте, отметили. Хоть там один солдат будет. Потому что ждать двухнедельные события, которые дают 20 солдат. Допустим, меня это не устраивает. Да, я в них играю. Меня это не устраивает, но я в них играю. Последний раз мне из 20 солдат пришёл только один солдат, который мне нужен. Да, ну я поиграл, да, мне просто в кайф. А так кто-то спешит, у кого-то цель другая. Там быстрее пройти эту игру и забыть. И ни платина не нужна, ничего. Ну вот эта игра мне зашла, и я в неё поэтому играю несколько лет. Как бы это, каждому свою. Мне нравится и всё. Потому что многие игры, которые даже сейчас в 23-м году вышли, в отличие от 2016-го. Эта игра ещё многим фор удаст. Потому что Кодзимушка, в натуре, не то что гений, он красавчик. Потому что у меня PlayStation 4 просто взлетает от этой игры. PlayStation 5 нормально. Не шумит ничего. От этой игры он... Просто мне элементарно нравятся его все мелочи. Как он это всё разрисовал, как он это всё показал. Очень многие играют в онлайн. Я в онлайн так и, честно скажу, не втупил. У меня очень много друзей, которые в онлайне играют. Но что-то я пока... Никак. Я потом захочу ещё перепройти Grand Heroes. Буду полное прохождение делать. Не знаю, на первом канале на своём. Или на втором. Неважно. Но на втором канале я уже начал перепроходить эту игру. Но первой причиной появилось то, что я захотел взять тех солдат, которых сейчас я взял и случайно удалил. Вот так. А они мне нужны были для видео, контента для вас в Ютубе. Чтобы вы это понимали и знали. Осталось у меня там ещё видосов 10 более-менее конкретных, которые могут быть полезны всем вам. А вот эта загрузка меня, блядь, в мозге ебёт пиздец как бы. Ой. Я что, вслух сказал? Ну ладно. Вот. А так всё нормуль. Ну вот почему вот так вот? Ну всё же хорошо было. Вот приходится тарахтеть сейчас будет. Да-да-да-да-да-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А интересно какой будет перевод в субтитрах. Да-да-да или та-та-та-та. Но неважно. В общем пытаюсь сделаю. Как-то так. Ну игра нравится. И потом уже начну в ближайшем будущем. Ага, вы стали друзьями. А, это мне прилетело. Тьфу блин, думаю. Я уже брался дома, загрузка закончилась. А тут начинается. Не, ну так дело не пойдёт. Это что за дела? Это из-за того, что вечер что ли? Ну я кстати скорость понизил. Чуть у меня сейчас сороковка. Было соточка. Так как перестал стримить. Ну стрим вот это в последнее время начал по МГБ. МГСу в пятом. А там уже скоро надо будет, как говорится, нормально стримить. Пришли в себя. Можно потихоньку начинать. Но вот это ерунда. Это вообще. Но это чужопа. Насколько можно говорить? Это уже второй видос. И вот такая хрень. Это вообще не устраивает. Это наверное неудача. Но сейчас придётся писать. В сообщество. Это ненормально. Да я твой рот ебал, блядь. Да шо ж за хуйня такая. Пизду, блядь. Не хочу.